Друзья, прочитаем место Священного Писания, которое записано у пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим». Древний путь добра. Мы продолжаем идти по древнему пути добра, который открыт Духом Святым через Его посланника в формате 12 базовых учений. Для святых, которые находятся в статусе учеников и которые желают успокоить сердце Небесного Отца через творение Его совершенной воли. Иисус так это говорил. Иоанна, 7 глава, 16-18 стих. «Иисус, отвечая им, сказал, Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славу пославшему Его, тот истинен и нет неправды в нем». Главной целью изучения древнего пути добра является наше желание отложить прежний образ жизни ветхого человека, затем обновить сферу своего умышления духом своего ума, и только затем облечься у нового человека, который создан по Богу в праведности и святости истины. Евреям, 6 глава, с 1 по 2 стих. Читаем в расширенном переводе, который предложил нам пастырь. «Посему, облекая себя в начальство учения Христова, будем взирать на совершенство Небесного Отца, и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Поэтому сегодня одним будет полагать основания, в то время как другие будут строить на этом основании. И мы должны знать, что как те, таки другие должны сработать с той же личностью Духа Святого и с теми же материалами в формате 12 базовых учений. А как определить закладываемые основания или же мы строим на этом основании? Это возможно посредством золотой трости, измерительной, и нашего отношения к ней. Откровение 21 глава с 15 по 19 стих написано «Говорящий, говоривший со мною, имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта, и измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя. Мирую человеческую, какова мира, и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистым золотом, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис. Важно заметить, что в книге Откровения золотой тростью измеряется только строение, а не само основание. Так как основание – дело Христово, и оно было испытано две тысячи лет назад. Исаия сказал задолго до явления Христа, 28 глава, 16 стих, «Посему так говорит Господь Бог, вот, я полагаю, в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». А теперь в наше время то строение, которое мы строим и воздвигаем сегодня, является нашим делом. И вот это наше дело, наше строение, которое мы строим на этом основании, разумеется, если у нас есть это основание, то это дело, оно будет испытано Господом в день посещения, когда Он будет испытывать все строения огнем. Он испытывает каждого человека, но мы подходим к кульминации, когда вся церковь, каждое строение, каждая динаминация, каждый человек, каждый, кто называет себя христианином, будет потрясен и испытан в огне. И мы подошли очень близко к этому времени. Нравится нам это или нет, мы уперлись лбом в это событие. И Писание говорит, что никто не может положить другого основания. 1 Коринфянам 3 глава 11-13 стих, кроме положенного, который есть Иисус Христос. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сетно-соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает. Дело каждого, каково оно есть». И мы знаем, что под золотой тростью подразумевается функция благовествуемого слова, его представителя. Писание таки говорит, говоривший со мною имел золотую трость. И посредством этой золотой трости Бог приводит человека в совершенство. И другая немаловажная истина, на которую я хотел обратить ваше внимание, что город Иерусалим, это строение, которое Бог будет испытывать, оно было построено из камня ясписа. И вот то, что было построено из камня ясписа, оно прошло через тест, оно прошло через огонь, и оно устояло. И мало того, мы находим, что первое основание, на котором было написано имя главы всех апостолов, на которого равнялись все апостолы, против учителя и евангелисты того времени, он тоже сделан из камня ясписа. Это говорит о том, что мы должны брать материалы именно тех людей, которых Бог поставил для каждого времени, для каждого рода. У него есть свой человек, который представляет камень яспис. И, конечно же, этим людям он позволит получить откровения в виде формата 12 учений, которые смогут передать его нам. Но мы должны понимать, что это как раз тот материал, из которого мы должны строить свое строение, чтобы нам выстоять в день посещения от Господа. И мы знаем, что в команде Петра были апостолы, великие апостолы против учителя и евангелисты, которые были в его команде, лидеры ячеек, они должны были поливать то, что насадил Павел. Павел так и говорил, я насадил. А Аполлос, апостол Аполлос, великий апостол Аполлос, он поливал. А взращивает Бог. Поэтому Бог будет взращивать только то семя, которое насадил человек, который обладает отцовством. А отцов много не бывает. Сколько у вас отцов? Такого не может быть, чтобы у человека было 2-3 отца. Один отец, одна мать. Поэтому мы должны быть очень внимательны. И, конечно же, это я обращаю больше не к членам церкви, а к лидерам рачейкам или же те, которые называются пресвитерами, пастырями, апостолами, пророками и другими высокими статусами. Что мы должны понимать, что есть большая разница между наслаждающим и поливающим. И поливающий должен постоянно эту разницу помнить. Как только он их забывает, он подписывает себе смертельный приговор. Это очень опасно. И мы видели, какие бывают последствия печальные. И мы продолжаем изучать. И сегодня мы переходим к четвертому уроку. И в этом четвертом уроке мы будем сегодня говорить об учении о суде вечном. И мы постараемся сегодня ответить на три вопроса, если получится. На два точно мы ответим, а третий, может быть, мы оставим на следующий раз. Итак, вопрос первый. Дать определение и главное назначение учения о суде вечном. Вопрос второй. Дать определение и назначение воли благой, угодной и совершенной. И вопрос третий. Дать определение драгоценному камню и имени апостола, написанного на 10, 11 и 12 основании Иерусалима. Думаю, вопрос третий все-таки мы оставим на следующий раз. Итак, пожалуйста, начнем с вопроса первого. Дать определение и главное назначение учения о суде вечном. Мы знаем, что учение о суде вечном – это триумфальный аккорд в учении Иисуса Христа. И он содержит в себе три взаимосвязанных между собой степени воли Божьей в составе благой, угодной и совершенной воли. Это записано в Кремльном, 12 глава, 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Учение о суде в Ветхом Завете представляет для нас колено Иудина с коленом Ясахаровым и Завулоновым под знаменем Льва. Число 2 глава, с 3 по 9 стих. С передней стороны к востоку ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их. После него ставят стан около колена Ясахарова. И далее ставят стан колена Завулонова. Первыми они должны отправляться. То есть всякий раз, когда Антон Израильский двигался по пустыне, то вот именно вот эти три колена во главе с Иудой под знаменем Льва двигались первыми. И теперь представьте, почему израильская армия была непобедимая. Вот потому что во главе была Иуда, и во главе они несли суд Божий. И вроде разбегались, сдавались, и шли на всякие хитрости для того, чтобы каким-то образом заключить перемирие с этой армией великой. Потому что впереди шел Иуда, Лев. И, конечно же, при виде такой церкви, при виде такого христианина, ад приходит в шок. Но будем говорить, что не каждое движение, не каждая церковь имеет во главе Иуду. Для того, чтобы Иуда шел впереди, во-первых, церковь должна называться станом Божьим, а не синагогой сатаны. У синагоги сатаны никогда Иуда не идет впереди. У них козел стоит впереди, а не пастух. Козел, который захотел быть пастухом, но он не знает, что он навсегда останется козлом. Это катастрофа. Когда козел, называйся пастухом. Тем самым он подписывает себе вечный вердикт сатанизма. Я вечный козел. Это очень страшно. Суд в Писании проходит красной нитью. Это совсем не новая тема. Но разница в том, что поначалу, конечно же, как мы слышали, суд Божий был дан для того, чтобы давать человеку награду, давать ему воздаяние. А потом, когда человек согрешил и дал место дьяволу, то суд стал быть уже возмездием и осуждением за соделанный грех. Поэтому суд Божий в Писании проходит красной нитью. Давайте несколько мест вспомним о Суде Божьем. Осия 6, глава 5 стих. Суд мой, как восходящий свет. Исайя 51, глава 4 стих. Суд мой, поставлю у вас свет для народов. Осия 2, глава 19 стих. Обручу тебя мне в правде и суде. Иоанна 9, глава 39 стих. На суд пришел я в мир сей, сказал Иисус. Иоанна 7, глава 24 стих. «Не судите по наружности, но судите судом правильным». Опять же, слова Христа. Чтобы люди не говорили, что это за учение о Суде Вечном. И римлянам 2, глава 2 по 3 стих. Уже говорит апостол Павел. «Неужели думаешь ты человек, что избежишь суда Божьего?» Итак, Бог есть Судья. Это одно из первых титульных достоинств Бога. Он в первую очередь Судья, как мы знаем. А уже только потом Бог-любовь. И мы имеем очень много примеров суда Божьего в Писании. Мы можем посмотреть на согрешившего Херувима, которого Бог изгнал из своего присутствия. Посмотреть на Адама и Еву, которых Бог изгнал из Грая. Мы можем посмотреть на Ноя, на воды потопа. Мы можем посмотреть на Содому и Гамуру, где Бог показал пример будущим чистивцам, как Он будет их судить. Мы можем посмотреть на Египет, на его первенцев, и на армию, которая была потоплена Богом в Черном море. Мы можем посмотреть на тех, кто поклонялся Золотому Тельцу, что с ними случилось. Посмотреть на Надава и Авиуда, что с ними произошло. На Корея, Дафана и Аверона, на Ахана. Мы можем посмотреть на Израиля, что с ними произошло, когда они роптали и выдорожали свое недовольство вслух. Мы можем посмотреть на народ израильский, что с ним происходит в течение двух тысячелетий. На тот народ, который сказал «Кровь его на нас и на детях наших». Мы можем посмотреть сегодня на них в живую, в живой экземпляр. Мы можем посмотреть на Ананию и Сапфиру в Новом Завете, что с ними произошло за заведомую ложь. Мы можем посмотреть на христиан Коринфа, что с ними происходило, когда они наплевательски относились к хлебопреломлению. Они болели и внезапно умирали. Мы можем посмотреть на имения и Александра, которые были преданы апостолам Павлом в Сатане. И этот список можно продолжать и продолжать, и приводить сегодняшние примеры. Но мы имеем достаточно примеров, и мы видим, что учение в Суде Вечном – это триумфальный аккорд и очень громкий аккорд. И, конечно же, Бог воспроизведет этот аккорд очень скоро. Мы нотки слышали его в этом перечне, который нам представил пастырь в своей книге. Но скоро это не будут отдельные нотки. Он соберет все эти ноты и сыграет перед всем миром эту прекрасную музыку Вечного Суда Божия, когда весь мир содрогнется. Все люди думают, как? Как Бог сможет поднять свою церковь? Как Он сможет прославить ее? Просто Бог соберет все свои аккорды вместе и сыграет их перед явлением Господа Иисуса Христа. Потому что прежде чем явится Христос, Он явится во святых дивным. Он явится в вас, явится и во мне. Итак, вопрос второй. Дать определение и назначение воли благой, угодной и совершенной. Пожалуйста, начнем с воли благой. Писание говорит, Ив, Висянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». И мы сегодня будем познавать, что такое воля Божия благая, угодная и совершенная. Ну, в данный случай мы разбираем, что такое воля благая. Однако, прежде чем мы начнем рассматривать полномочия, которые содержатся в границах благой воли, нам необходимо дать хотя бы краткое определение воли человеческой, которая призвана соработать с волей Божьей. Мы знаем, что воля – это одна из субстанций и свойств человеческой души, которая вважает себя в способности самостоятельно делать решение и добиваться осуществления поставленной цели. Однако, следует отметить, что воля человека может и призвана самостоятельно делать решение и выбрать цель, но она не призвана и не способна самостоятельно достигать выбранной цели. Чтобы достигнуть выбранной цели, необходимо переориентировать свою человеческую волю на волю Божию. Иисус Христос сказал это следующими словами. «Впрочем, не моя воля, но Твоя, Отец, да будет». Луки, 22 глава, 42-43 стих. Итак, что же такое благая воля? Она нам очень нужна. Если мы потеряем волю благую, то мы потеряем доступ к угодной и совершенной воле. Поэтому мы не должны терять ее из своего разума, мышления, своего сердца. Воля благая – очень важная субстанция, на которой уже потом строится угодная и совершенная воля, из которой они черпают свою силу. Мы потом посмотрим, что чтобы что-то совершить в совершенной воле, она обращается к угодной воле и спрашивает, удовлетворена ли ты этим человеком? Угодная воля говорит один момент. Я должна спросить у благой воли. И она обращается к угодной воле к благой воле и говорит, удовлетворена ли ты этим человеком? Знает ли этот человек, кто такой Бог и что сделал Бог? И тогда благая воля, говорит, он знает. И тогда угодная воля получает право свидетельствовать уже совершенной воле, чтобы дать свидетельство в совершенной воле, что человек угодил Богу и положить печать его сердца, что он будет восхищен. Но прежде чем получить эту печать, произойдет диалог этих трех субстанций. Итак, благая воля. Первое. Благая воля – это исповедание веры Божьей, которая содержится в нашем сердце, а не в нашем интеллекте и голове. Псалом 146, первая глава. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». То есть хвала подобающая – это хвала, которая исходит из сердца. И Писание говорит, «Ибо благо петь Богу нашему». То есть здесь раскрывается именно благая воля. Что благая воля – это исповедание веры, которое содержится в нашем сердце. Второе. Благая воля выражена в уповании на Бога. Она вот находится здесь, в благой воле. Евреям, 10 глава, 35-36 стих. «Итак, не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». То есть мы не должны оставать упования Божьи ни в благой воле, ни в угодной, ни в совершенной. Но мы получаем это упование надежды. Где? В благой воле. Именно там мы получаем ее в семени, и мы должны сохранить ее до конца. То есть слово терпения, оно ложится сразу в семени. Прямо в благой воле Бог ложит слово терпения, которое мы должны сохранить. Он не дает его потом в воле совершенной. Нет. Он сразу дает семя. Поэтому очень важно находиться в своем становлении, в правильном месте, в правильной церкви, не в скинии Молоховой, а вот именно в скинии Божьей. Именно там могут дать слово терпения. И человек может начинать уповать. Недостаток упования на Бога – это недостаток познания Бога. Кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. То есть человек, который не может надеяться, уповать, ожидать, терпеть, это человек, который совершенно незнаком с Богом. Ну как? Я могу бесов изгонять? Ну при чем тут это? Писание говорит, что когда у человека нет надежды и ожидания, надежда – это та, которая умеет терпеть и ожидать, то у человека нет познания совершенно о Боге. Вера, как таковая, не показывает познание о Боге. Но вера, в которой есть терпение и надежда, вот это есть показатель, что человек имеет определенные познания о Боге. И чем больше надежды и терпения, тем больше познания о Боге. Почему? Потому что на каком основании должен терпеть? Потому что мой Бог велик. Бог велик, скажи мне о твоем Боге, расскажи. И человек начинает говорить, почему он платит такую высокую цену, почему он терпит, надеется. У него Бог имеет столько много имен, и человек начинает открывать те познания. И ради этого Бога, он говорит, я готов терпеть. А когда человек не знает, он готов только верить. Дайте прямо сейчас то, что я хочу. Вот посмотрите, как это записано в Псалом 51, 11 стих. «Вечно буду славить тебя за то, что ты сделал, и уповать на имя твое». То есть Псалом 1 говорит, что я буду уповать на имя, потому что я знаю, что ты сделал для меня. И он прошел через очень большие тесты, потому что Бог его жизни сделал очень много. Бог сделал очень много для Давида, и Давид сделал очень много для Бога. Они оба были заинтересованы друг в друге. Третье. Благая воля представлена в излиянии Духа Святого. То есть здесь сразу Дух Святой наполняет благую волю. Он откроет себя больше в угодной воле, в крещении Духом Святым, но никогда не позволит, что благая воля была без его присутствия, без его божественной атмосферы. И в этом заинтересованы сын, конечно же, и отец. Захария 9, глава 17 стих. «О, как велика благость!» Под словом «благость» говорится благая воля, благодать. «О, как велика благость его, и какая красота его!» «Хлеб одушевит язык у юношей и вино у отраковиц». То есть мы видим, что в благой воле Господь уже начинает одушевлять язык у юношей и отраковиц с последствием хлеба и небесного вина, то есть Слово Божие и Духа Святого. Четвертое. Благая воля является надеждой, которая делает нас мужественными. Не просто мы готовы терпеть, терпеть, терпеть. С таким терпением должно возрастать мужество. Мужество. Терпение, в котором нет мужества, не есть терпение. Это какое-то есть непонятное рабство. Это есть подлог. Терпение, в котором должно быть мужество. Псалом 2, 6, 11, 14 стих. «Но я верю, что увижу благость». Опять слово «благость», благая воля. «Благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». То есть такими словами Бог утешает, что благая воля является надеждой, которая делает нас мужественными. Пятое. Благая воля – это жезл и посох Бога, которым Он успокаивает своих людей. Он жезлом успокаивает язычников, потому что жезл – это царская власть, и Он сокрушает их. А посох – это оружие пастуха. И именно посредством своего жезла, пастуха, пастыря, отца церкви, Бог нас и успокаивает. Опять же, мы должны в этой аллегории видеть определенные конкретные вещи. То есть, когда у церкви есть отец, есть пастырь, то Бог через него успокаивает. И даже просто присутствие таких людей в церкви, или же, точнее, такого человека в церкви, оно уже дает успокоение. И отсутствие такого человека, оно привозит определенное волнение. Чего-то может не хватать в церкви. И здесь не просто не хватает недостаток помазания, недостаток покоя. Недостаток покоя. Помазание может быть предостаточно. Волосы могут стоять дыбом. Может быть предостаточно, но не будет хватать одного качества. Посох, впоследствии которого Бог успокаивает своих людей. И когда вот эти отцы, или же отец присутствует в церкви, то это есть успокоение. Вы это можете прочитать. Псалом 22, 4 по 6 стих. Шестое. Благая воля является в исполнении заповедей Господних. Давайте посмотрим на тех людей, которые назывались детьми Божьими, но не хотели исполнять заповеди Божьи. Как они выпали из воли Божьей, и как учение судей вечным обернулось негативным для них. Стало судить их, вместо того, чтобы давать им награду. Молитва Даниила, 3 глава, 30-31 стих. Заповедей твоих не слушали, и не соблюдали их, и не поступали, как ты повелел нам, чтобы благо было нам, чтобы нам сохранить себя благой волей. И все, что ты навел на нас, и все, что ты соделал с нами, соделал по истинному суду. То есть Бог хотел в этом вечном суде, в этой благой воле даровать спасение Израилю. Но когда Израиль поступал не по заповедям, то они говорят, что Господь поступал не в благость к ним, что истинный суд обернулся, когда Он стал наказывать их и судить их. И седьмое. Благая воля определяется в способности удерживать свой язык от зла и уста свой от коварных слов. Псалом 33, с 13 по 17 стих. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Опять слово благо, ключевое слово, благая воля. Удерживай язык свой от зла и уста свой от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Ну вот такие вот семь определений благой воли. Их есть больше, но мы давайте, пожалуйста, перейдем к угодной воле. Угодная воля. Слово угодное происходит от корня угодить. Вот такие вот восемь определений, которые нам дают словари, переводя это слово. Это приятный и приемлемый Богом, это привлекающий, обращающий на себя внимание Бога, отвечающий требованиям, установленного Богом порядка, непорочный передачами Бога, приходящий в указанное Богом время, достигающий цели или же поражающий цель, поставленную Богом, выполняющий поставленные Богом условия, и восьмое, обращающие на себя благоволение и благосклонность Бога. И если в благой воле мы определили, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, то сейчас уже в угодной воле мы призваны сами творить правду и освящаться, чтобы угодить Богу. Итак, угодная воля. Что она производит и чем она является? Угодная воля производит состояние младенца. Кажется, подождите, состояние младенца находится в благой воле. В благой воле, не в угодной. В угодной воле мы уже оперились, мы так себя чувствуем, мы уже как бы ближе к учителям. Нет, состояние младенца должно остаться. И чем выше мы поднимаемся, из угодной воли в совершенную волю, в совершенной воле состояние младенца должно сиять как никогда лучше. Писание говорит обетование, которое люди получают в совершенной воле, оно представлено в виде младенца мужеского пола. Да, там сидят старцы на престолах, но когда Господь говорит о обетовании, он почему-то обетование, которое человек получает в совершенной воле, выразил в качестве младенца. Поэтому угодная воля, оно производит состояние младенца. Луки 10, глава 17, 21 стих. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли, что ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл младенцем, показав на своих апостолов. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Второе. Угодная воля призвана сохранить жизнь. Жизнь можно потерять. А вот она сохраняет. Есфирь, 7 глава, 3 стих. Посмотрите, как жизнь сохранила свою жизнь в Боге. И отвечала царица Есфирь и сказала, «Если я нашла благоволение, благая воля, в очах твоих царь, и если царю благоугодно, угодная воля, то да будет дарована мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей». Мы видим, что царица Есфирь была очень мудрая, и что она знала, что нельзя сохранить жизнь, пренебрегая благой волей. Она обратилась и показала, что я имею достоинство Боги в благой воле. Я знаю, кто такой Боги, что он сделал для меня. И также она сказала, «Если царю благоугодно, то есть я угодила ему». И мы знаем, что, конечно же, царица Есфирь сохранила себе жизнь и всему израильскому народу. Благодаря царице Есфирь мы сегодня имеем Израиль. Как она правильно молитву все поставила? Она поставила благую волю и благоугодную, и соединила их вместе, сохранила жизнь. Третье. Угодная воля призвана прежде нашего переселения к Богу дать нам свидетельство, что мы угодили Богу. Угодная воля дает это свидетельство, они совершенные. Люди говорят, «О, скоро приду в совершенную волю, и как получу свидетельство?» Угодная воля ставит штамп в совершенную волю. Как мы говорили, диалог между совершенной, угодной и благой волей происходит. Совершенная воля никогда ничего не делает до тех пор, пока не поговорит с другими, насколько они удовлетворенные в Боге. Евреям 11 глава, 5-6 стих. «Веру Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Поэтому Енох получил свидетельство в угодной воле. Или же не в угодной воле, а через угодную волю. Он получил в воле совершенной. Но воля совершенная не может поставить штамп, как мы говорили, без угодной воли. А угодная воля не имеет права ничего сделать. Она должна подойти и поклониться перед тем, где было вылета к подножию кровь Христа. Благоволя подходит, поклоняется и говорит с госпожой, благою волей. Совершенная воля поклоняется перед угодной волей. Угодная воля поклоняется перед благой волей. Потому что благая воля держит кровь Христа, а угодная воля держит уже наши заслуги, наше освящение, наше посвящение. Поэтому воля благая никогда ни перед кем не преклоняет колено. как важно. Четвертое. угодная воля призвана соделать нас добрыми воинами Иисуса Христа, способным переносить страдания. 2 Тимофея 2 глава 3-7 стих. Итак, переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Поэтому если мы хотим найти себя в угодной воле, то мы должны быть подобными добрым воинам. Это не только человек, который не связывает себя с житейскими делами, а тот человек, который переносит страдания. То есть то, что вы находитесь здесь на молитвом собрании как воины, это прекрасно. Можно было бы остаться дома у нас здесь присутствует очень много бизнесменов, но эти бизнесмены пришли сюда. Ведь можно было заработать деньги, но они пришли сюда. Почему? Потому что они добрые воины. Пятое. Угодная воля призвана законом духа жизни во Христе Иисусе освободить нас от закона греха и смерти, то есть освободить нас от плоти. Римлян 8 глава с 1 по 14 стих читаю выдержку. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Мы говорим об угодной воле. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только духом, дух Божий живет вас. Если кто духа Божия или же Христова не имеет, тот и не его. Шестое. Угодная воля признана садила от нас независимые от суждения людей. То есть вы не будете совершенно исходить от того, что о вас говорят люди. Вы будете исходить только от текстов, которые говорят о вас человек, который поставлен над вами Богом. Для жены это муж, для детей это родители, для церкви это пастырь. Галатам 1 глава 10 стих. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога, людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. То есть не надо угождать людям, надо угождать Богу. А чтобы угождать Богу, это знать его божественной, как мы слышали, порядок. То есть можно было бы, конечно, на всех поставить свой крест и сказать, вот Господь сказал, не буду угождать, жена может сказать своему мужу, вот не буду я угождать людям. Кого мне? Тебя слушать или же Бога? То это так нельзя. Также члены церкви не могут так сказать. Кого мне слушать? Вас или Бога? Бог говорит через человека помазанного. Поэтому, когда я слышу определенные голоса в своем духе, и если голос, который представлен в виде пасты перечеркивает те голоса, то я соглашаюсь с этим розчерком и говорю Аминь на то слово, которое говорит человек, которого делегировал мне Господь. писание говорит, что мера ангелов и мера человека одна. Это говорит о том, что ангелы и Дух Божий никогда не будет говорить то, что не говорит человек Божий. Мы прочитали в книге откровения, что мера ангелов и мера человека одна. Если приходит апостол Тай и говорит к вам ангел Божий и не говорит то, что я вам говорю, скажите, да будешь ты проклят во имя Иисуса Христа. Ну, только он сказал немножко грубее. Он сказал, да будет тебе анафема, да будешь ты отлучен, и да будешь ты семь раз проклят перед Богом. Посмотрите, брак Гауза, что такое анафема. Страшное слово. Я сказал очень мягко. Потому что мне, чтобы набраться такого мужества и смелости, которая была у Павла или же у нашего пастыря, еще надо немножко вырасти. Еще, как говорится, нос не дорос. Седьмое. Угодная воля может происходить только во Христе. Второе Петра, с 1 по 17 стих. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой голос. Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Хорошо, воля совершенная. И мы будем молиться. Слово «совершенный» означает законченный, полный, цельный, неповрежденный, вмещающий в себя три степени воли Божьей, способный удовлетворить все требования Бога, производящий справедливое возмездие, успокаивающий сердце Бога и создающий покой в отношениях Бога с человеком. И мы знаем, что без познания с работы совершенной волей Бога невозможно быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный. Итак, что же такое совершенная воля? Первое. Совершенная воля призвана утвердить на земле суд посредством надломленной трости и курящегося льна. Исайя, 42 глава, 1-4 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколит на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Мы здесь встречаем такую фразу «надломленная трость и курящийся льн». И это есть образ Сына Божия во святом человеке. Теперь давайте посмотрим на свойства надломленной трости и курящегося льна. Свойства надломленной трости – это выражение полного упования и посвящения Богу и отказ уповать на любую силу и любые авторитеты. Потому что Бог никогда не допустит, чтобы его сила смешивалась с силой человеческих способностей и возможностей. Никогда. Никогда. То, что он не переломит трости надломленной, говорит о том, что он оставит эту трость в таком состоянии, доколе посредством этой трости не совершит и не утвердит своего суда. «Свойство же курящегося льна – это образ уже сердечной веры в смерть и воскресение Иисуса Христа. И это состояние доброго сердца, из которого изливается слово «благое». То есть эти две составляющие, которые обычно приписывались раньше, еще, помню, я слышал, когда еще был ребенком, проповедники говорили, что это качество невозрожденного свыше человека или же человека, который покаялся, но который еле-еле душа в теле. Вот вот сейчас уйдет из церкви. Это надломленная трость, курящийся льной, лен. Но когда пасы это поместил, для меня это было, будем говорить, откровением. Для меня это было откровением. Вот видите, как много стереотипов, которые поместила в наши мозги религия, которую он дал ломать. Второе. Совершенная воля призвана наделить нас возможностями вникнуть в совершенный закон свободы. Иакова, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». То есть вникнуть в закон совершенный можно только вот посредством совершенной воли. Она нам поможет это сделать. Третье. Совершенная воля призвана наделить нас властью обуздывать свои уста. Конечно, хочется это сделать пораньше. Иногда устаешь очень сильно от своих слов. Страдаешь. Господи, ну когда? Ну, совершенная воля ожидает нас. Она хочет нам полностью поставить точку на наших необузданных устах. И она это сделает. Иакова, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». И давайте вспомним, что значит обуздывать свои уста. Очень коротко, в выдержке. Обуздывать свои уста означает говорить то, что служит к миру и взаимному назиданию. Обуздывать свои уста означает при толковании Слова Божьего говорить только то, что является откровением сердца, а не плодом своего интеллекта. Обуздывать свои уста означает говорить истину в сердце своем, не клеветать языком своим и не принимать поношение на ближнего своего. Повторю последнюю фразу. и не принимать поношение на ближнего своего. Обуздывать свои уста означает не говорить, что прежние дни были лучше нынешних. Обуздывать свои уста означает в искушении не говорить, это Бог меня искушает. Обуздывать свои уста означает уклоняться от глупых и невежественных состязаний. Никогда не доказывать, а только показывать. Тогда, когда нас об этом просят, как мы слышали. Такая вот формула. Обуздывать свои уста означает говорить то, что сообразно с здравым учением. И последнее, обуздывать свои уста означает молчать, когда Бог говорит. Далее. Продолжаем говорить о совершенной воле. Четвертая составляющая. Совершенная воля призвана приготовить нас ко всякому доброму делу. 2 Тимофей, 3 глава, 16-17 стих. Все Писание Богдухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть для того, чтобы быть приготовленным ко всякому доброму делу, во-первых, Слово Божие должно быть авторитетом, и во-вторых, у меня должно быть сердце ученика. Потому что только ученика можно исправлять, обличать, возвещать. Без этих двух качеств авторитет Слова Божия и ученичество Дух Святой не может работать с сердцем человека. Встает вопрос, что же следует называть добрым делом. И хочу вам напомнить, что же называется добрым делом. Очень короткие выдержки. Доброе дело определяется правдой Божьей, сопряженной с освящением. Доброе дело – это дело Божие, в котором праведник утверждает суды Божии. Доброе дело – это дело Божие, записанное на скрижалях сердца. А не в нашей голове. В голову записываем мы, в сердце записывает Дух Святой в содействии с нами. Я могу сюда поместить все учение, вызоврить его наизусть. Поместить весь словарь Брагауза сюда, дайте мне поработать. Но я не смогу никогда даже семечки положить в свое сердце. Почему? Потому что в сердце ложит только Дух Святой. А Дух Святой ложит только в доброе сердце. Доброе дело – это веровать или же повиноваться тому, кого послал и поставил Бог. Доброе дело – это цена благоухания. Доброе дело – это отвергать всякую неправду. И последнее. Доброе дело – это повиновение и покорность всякой человеческой власти в границах, установленных Писанием. Пятое. Что такое совершенная воля и к чему она призвана? Совершенная воля призвана обличать нас, облечь нас в совершенство, присущее совершенству нашего Небесного Отца. Иисус сказал, Матфея 5, глава 45-48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Святые должны представлять совершенство Небесного Отца как праведным, так и неправедным. Для этого нужно дать конкретное определение нашим врагам, которых мы должны любить и которых мы должны ненавидеть. Обязательно мы должны это помнить. Потому что для того, чтобы являть совершенство, мы должны знать, кого мы должны любить или кого мы должны ненавидеть. Но мы не говорим о святых. Святых мы должны любить. Но есть враги, которых мы должны любить, и за которых мы должны молиться. А есть враги, которых мы не должны любить. Почему? Потому что Бог их не любит. Мы признаны любить четыре составляющие. Душевные и плотские христиане, младенцы, наши домашние, последователей закона Моисеева и люди этого мира. Этих людей мы должны любить. Но мы призваны ненавидеть и избегать всякого общения и всякого соприкосновения с теми врагами, как падшие ангелы, наш плотской человек и нечестивые люди. И нечестивые люди – это только те люди, которых называют отцы церквей нечестивыми, а не тех, которых мы называем. А это нечестивые. Не подам руки, не поздороваюсь, он нечестивый. Этого нельзя делать. Нечестивым человека можно назвать только... Наставник не может, лидер ячейки не может вынести этот вердикт. Второй человек в церкви, десятый, не может этого сделать вердикта. Этого может сделать только человек в ранге апостола. При условии, если он является посохом и имеет на себе помазание отца, только этот человек может вынести вердикт нечестивый. А как это редко происходит? Чтобы выжить из этого человека, ну скажите, огласите список весь, всех нечестивых, я запишу сейчас. Пастор этим не занимается. Почему? Разберись со своей плотью. А, до ангелов, когда нечестивый, даже и не дойдет дело. Стоит только плоть победить, плоть свою победить, уже и ангелы нечестивые будут бояться встречи с нами. Почему? Потому что павшие ангелы, падшие ангелы будут говорить нечестивым, оббегай их стороной, не соприкасайся, уходи от встречи с этим человеком. Шестое. Совершенная воля призвана делить нас правами, принимать от Бога всякое добро и всякий дар совершенный. У Иакова 1 глава 17 стихом так и написано. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов». То есть все это сходит свыше. И седьмое. И будем заканчивать, и будем молиться. Совершенная воля – это цель, выраженная в почести высшего звания во Христе Иисусе. То есть мы поставили правильную цель, как мы говорили о том, что у нас есть воля человеческая, и воля человеческая, она может только поставить цель. Воля совершенная. Но чтобы достигнуть этой цели, мы должны уже теперь сработать с волей благой, угодной и совершенной. Но все-таки вначале, почему мы здесь сидим, почему, святые, вы здесь сидите? Потому что вы поставили эту цель. Это не гарантирует, конечно, что мы все дадем до этой цели. Но, по крайней мере, мы поставили эту цель. А теперь, насколько удачно наша воля сработает с волей Божьей. Итак, филиппийцам 3 глава с 8 по 15 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить? Если вы же о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за право предстоять перед престолом благодати на основании Твоей благой воли. Мы благодарим Тебя, что Госпожа Благая Воля, которая зиждется на крови драгоценного Господа Иисуса Христа, сегодня говорит нам о том, кто Ты являешься для нас и что Ты, Господь, сделал для нас. Поэтому, Господь, мы хотим начать эту молитву с благодарности, стоя прочно на воле Божией благой, там, где Ты, Господь, открыл для нас Свою благость, где Ты открыл Свою благодать. И поблагодарим Тебя, Господь, за Твою пролитую кровь, за Твою смерть и за Твое воскресение, за право, Господь, быть Твоими детьми. Мы благодарим Тебя, Господь, что некогда чужие. Мы стали, Господь, Свои Богу. Мы стали согражданами, Господь, святым Твоим. Мы стали причастниками, Господь, этой прекрасной лозы. Благодарим Тебя, Господь, за Иисуса Христа, за Его пролитую кровь, что благодаря Иисуса Христа и этой пролитой крови мы сегодня имеем право на благословение Авраама. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы являемся странниками и пришельцами на этой земле. И мы благодарим Тебя, Господь, что в этой прекрасной благовой воле мы получаем печать Святыня Господня. Ты, Господь, называешь нас, Господь, Святыней Господней. Позволь нам, Господь, погрузиться и проникнуть в Твою угодную волю. Но только после того, когда мы утвердимся в Твоей благости, в Твоей благодати, в благой воле. И мы знаем, Господь, что мы никогда не сможем погрузиться в Твою угодную волю до тех пор, пока благая воля не будет полностью удовлетворена. она не будет полностью удовлетворена до тех пор, пока, Господь, подобающая хвала не зальется из наших сердец. Пока, Господь, мы исповедуем того, кто Ты являешься для нас, Господь, и что Ты сделал для нас. Угодная воля никогда не будет соработать с нами, тем более воля совершенная. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть наше спасение, Ты есть наша праведность. Жив Господь. Праведность наша и спасение наше. Бог, мстящий за нас. Господь, поднимающий нас над врагами нашими. Господь, поборающий за нас. Господь, обращающий врагов наших в бедство. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть наш искупитель. И Ты искупил нас от смерти, от ада преисподней, от проклятия закона. Ты искупил нас от суетной жизни. Ты искупил нас от нашего народа, от дома, от земли. Ты искупил нас, Господь, от самих себя, и мы больше не принадлежим сами себе. Мы принадлежим искупившему нас Господу Иисусу Христу. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня можем найти в Тебе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за Твое великое дело. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за Сына Твоего Иисуса Христа и за Его великое дело, которое Он совершил, за Его жизнь и воскресение. Свят, свят, свят Господь, и вся земля полна славы Твоей. Достоин Ты принять славу, честь, силу, богатство, потому что Ты все сотворил и все по Твоей воле существует. Благодарим Тебя, Господь, что цветы Твои победили Его, клеветника, словом свидетельства, кровью и не возлюбили души Своей даже до смерти. Мы благодарим Тебя, Господь, за кровь, посредством которой мы побеждаем наших врагов. Мы благодарим Тебя, Господь, за крест, посредством которым побеждаем врага, которое находится внутри нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за учение о Твоей крови, о Твоем кресте, что мы можем, Господь, погрузиться в Твою смерть, чтобы соединиться с Тобою подобием воскресения. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы нашли благоволение перед очами Твоими. И мы молим Тебя, Господь, если благоугодно, чтобы Ты явил нам спасение и жизнь. Позволь нам, Господь, сохранить жизнь до конца. Позволь, Господь, сохранить нам ту жизнь, которую мы получили в семени о Твоем царстве до конца. Мы готовы, Господь, надеяться, терпеть, платить, Господь, высокую цену. И мы готовы, Господь, постигать и познавать Твои желания и Твою волю. Позволь нам, Господь, прославить Тебя подобающей хвалой, той хвалой, которая исходит из глубины нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты научаешь нас, после чего, Господь, мы можем хвалить Тебя. Мы произнесем, Господь, эту хвалу, когда Ты научишь нас. Поэтому, Господь, мы молим Тебя, продолжай нас учить. Продолжай нам, Господь, открывать Свою божественную волю, Твои божественные глаголы. Продолжай нас, Господь, измерять Твоей измерительной золотой тростью. Продолжай, Господь, нас исправлять, чтобы мы могли устоять в день посещения, который очень близок. День посещения, где Ты будешь посещать не отдельного человека, где Ты посетишь Свою церковь по всему земле, для того, чтобы явиться славным и дивным во святых Твоих. И Ты, Господь, это сделаешь перед самым Своим явлением. И мы молим Тебя, Господь, мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня поднялся ветер от севера и принесся бурю и повеял на сад с юга. Мы молим Тебя, Господь, чтобы полились эти ароматы, чтобы сегодня понесся этот рупный запах, этот истинный деликатес из сада Твоей возлюбленной. Я благодарю Тебя, Господь, что эта истина, эта тайна, она стала явной, и Ты, Господь, нам открыл ее. И мы, Господь, соглашаемся с ней, и мы благодарим Тебя, Господь, за нее. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это веяние не прекращалось до тех пор, пока, Господь, Иисус Христос не придет в свой сад, чтобы вкушать плоды. Позволь нам, Господь, принести плод. Позволь нам, Господь, принести плод. Позволь нам, Господь, не быть бесплодными в день Твоего посещения, чтобы нам не быть уничтоженными. Позволь нам, Господь, принести свой плод. И мы призываем тебя, Господь, мы продолжаем, Господь, тебя призывать Мы призываем, Господь, чтобы ты мог явиться В своей славе, в своей красоте, в своей силе В своей премудрости Ты, Господь, сегодня уже явился нам Через благовествуемое слово Через то утешение и то успокоение, которым ты успокаиваешь нас Ты даешь нам силы, Господь Открывать источники в пустыне Благодарим тебя, Господь, что в этой пустыне, в этом освящении Ты наполняешь колодец нашего сердца откровением Твоего слова И мы благодарим тебя, Господь, и мы ожидаем, что когда мы придем в пятницу и воскресенье Ты снова наполнишь нас колодец Твоей целительной влагой Твоими божественными потоками И ты сказал, Господь, я явлюсь спасением своим в пустыне И ты наполнишь, Господь, колодцы наши водой Поэтому, Господь, мы имеем жажду Жажду, которая имеет пустыня Имеем жажду, Господь, творить Твою совершенную волю Чтобы успокоить Твое сердце Мы знаем, что мы никогда не сможем успокоиться до тех пор, пока Ты не успокоишься Мы знаем, Господь, что Ты будешь являть Свой суд и Свою правду Через эту надломленную трость и курящийся львен И до тех пор, пока Ты не будешь удовлетворен Своей правдой и Своим судом Мы будем, Господь, продолжать находиться В этом состоянии Оно, Господь, нас не удручает Мы готовы, Господь, находиться в Нем столько, сколько Тебе угодно Потому что, Господь, время находится в Твоем личном распоряжении Но мы, Господь, сегодня продолжаем утверждать Твои суды Мы продолжаем, Господь, утверждать Твою правду Мы продолжаем, Господь, утверждать Твою истину, несмотря ни на что. Мы продолжаем, Господь, радоваться тому, что сегодня предано забвению у многих Твоих детей. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня продолжаем открывать и раскапывать эти колодцы, радоваться этим колодцам и давать им те же имена, которые, Господь, Ты им давал. И мы верим, Господь, что придет время, когда каждый из нас откроет в своей жизни этот иной колодец, где угодная воля поставит печать воли совершенной, что мы угодили Богу. Да будет, Господь, имя Твое прославленное. Ты обещал, Господь, что имена, которые записаны в книге жизни, они не будут изглажены никогда. Поэтому, Господь, позволь нам обладать этим твердой надеждой, этим упованием и этим мужеством до конца. Да будет, Господь, благословенное Твое наследие. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил Твоего помазанника, нашего апостола, брата Аркадия, Твоим божественным елеем, Твоей росою, Твою влагою. И мы молим Тебя, Господь, чтобы, когда мы придем, чтобы Ты мог наполнить наши колодцы Твоей божественной водой. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил Твоим святым служить нам. И мы, Господь, готовы служить и им. И мы благословляем, Господь, их и святого храма Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы призываем Тебя. И мы ожидаем Тебя. И мы хотим, Господь, увидеть Тебя. Всю красоту Твою, которая была явлена в Писании. Мы хотим, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты в это последнее время собрал все аккорды, начиная от книги Бытия до книги Откровения. И исполнил Твой триумфальный гимн. И чтобы Ты позволил нам быть участниками этого триумфального гимна, Господь, который Ты исполнишь в силе Духа Святого. И мы, Господь, призываем. И мы, Господь, приближаем этот день, этот час. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы будем не только свидетелями, но Ты позволял нам быть участниками этой красоты. Мы благодарим Тебя, Господь, за учение о суде вечном. Да будет, Господь, прославлено имя Твое, имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Закончим нашу неизменную инфестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok